Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и мы будем сегодня читать 27 главу этой книги. Она начинается словами «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исафа и сказал ему «сын мой», тот сказал ему «вот я». Для Исаака Исаф – это его лучший сын. Исаф очень ловко скрывал от своего отца свое реальное внутреннее состояние. Исаф не был по-настоящему духовным человеком. Конечно, как сын пророка Божия, он обладал и положительными качествами, но злое начало оно преобладало в нем. Исааку казалось, что это лучший его сын, который может стать на оси, то есть патриархом еврейского народа после смерти самого Исаака. Ну, тогда речь была не о народе, а о семействе. Исаак добился такого отношения к себе со стороны отца тем, что он как бы манипулировал сознанием отца. Например, он любил задавать отцу такие вопросы, которые представляли Исафа как бы очень благочестивым человеком, богобоязненным, праведным. Например, он, как свидетельствует древние сказания, мог подойти к отцу и спросить, а как отделять от пшеницы десятину, как отделять от соли десятину. И это производило впечатление на Исаака. Его сын Исаав как бы интересуется всякими тонкостями, которые связаны с Божьим законом, который уже весь тогда существовал, но на уровне священного предания. А позже он будет записан, этот закон, и он перейдет в формат священного писания. И когда Исаак призывает к себе Исаава, тот отвечает, вот я, а вот такая форма ответа, она свойственна благочестивым людям, пророкам, патриархам. Мы это видим в Библии. То есть Исаав брал как бы внешнюю форму поведения пророков, патриархов, подражая им. И что говорит Исаак, Исааву, когда призывает его к себе? Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Вот эти слова, точнее вот это слово, вот хенена по-еврейски, оно значит тоже, что от-та, то есть теперь. Что здесь имеется в виду? Во-первых, мы видим, что зрение Исаака, оно разрушается. Притупилось зрение глаз его. Это связано с тем, что жены Исаафа, язычницы хананьянки, они ходили идолом, и вот от этого дыма, жертвоприношений, благоуханий перед идолами начинает слепнуть Исаак. Исаав, который закрадывается в сердце Исаака, это образ антихриста, который как змей закрадется в сердце всего рода человеческого. И Ефрем Сирин учит, что антихрист будет выглядеть боголюбивым, богобоязненным, вполне религиозным. И вот Исаак – это такой антихрист своего времени, который умел лицемерить. И Исаак говорит, он сказал, вот, то есть теперь я состарился, не знаю дня смерти моей. Скорее всего, речь идет о том, что он не просто стал слепнуть физически, но и духовно. Потому что пророков в древности называли провидцами, хозе – провидцы, которые видят даже будущее. Что же говорить о настоящем? А соседство с этими хананьянками исказило характер духовной жизни и самого Исаака, когда его невестки кодят языческим богам, идолам и истуканам, и его качества, как пророка, они снизились, он не знает дня своей смерти. Что интересно, очень многие простые люди совершенно четко знают день своей смерти. Люди, не наделенные такими высокими качествами, как Исаак, например, мой дед Журавлев Егор Аркадьевич, абсолютно простой человек со своими личными проблемами, в день смерти он сказал «Поставьте греть воду, я умру сегодня, будете меня обмывать». Накануне он там исповедовался, причастился. У него не были такие серьезные качества духовные, у моего деда, это был простой человек, он любил там выпить, он ругался, но ему был открыт день его смерти. А Исаак, это Божий пророк, это человек необычайных духовных качеств. «Общение с поклонницами невестками ослепило его и физически, и духовно». И когда он говорит «Вот, я состарился», то есть «теперь я состарился», теперь, то есть раньше такого не было, а вот теперь это происходит, «я не проницаю будущее, не знаю дня смерти моей». Далее. «Возьми теперь орудия твои, говорит Исаак Исафу, колчан твой и лук твой, и пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру». С одной стороны, он как бы не знает дня своей смерти, с другой стороны, он чувствует, что она приближается к нему. И он просит, чтобы Исаф пошел бы и принес для него пищи, которую поймает в поле. Существует предание, что Исаф он все время обманывал своего отца. Он там мог вместо дозволенной пищи дать что-то недозволенное. Например, вместо овцы забить собаку, приготовить и принести отцу. но Исаак этого не видит. Он даже не догадывается об этом. «И приготовь мне кушанье», говорит он Исафу, «какое я люблю». Понятно, он любил только то, что дозволено. «И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру». То благословение, которое дается человеком перед смертью, оно имеет очень огромное значение для тех, которые получают это благословение. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исафу. «Слышала». Это шумаат, шумаат, еврейское слово шумаат, буквально слушает. То есть, она все время слушает. Не в том смысле, что она подслушивает, далее мы увидим, что она могла читать даже то, что человек мог говорить в своем сердце, самому себе, например. То есть, у ней был дар. Она тоже была как бы пророчица по своему статусу. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исафу, и пошел Исаф в поле достать и принести дичи. Вот здесь как бы избыточная информация достать и принести пищи в виде этой дичи. Ну, достаточно было бы сказать достать дичи или принести дичи. А почему сказано достать и принести. Это вот такой ремис, намек на то, что он мог украсть эту пищу, а потом принести, выдавая ее за что-то другое, если, например, речь идет о нечистой пище. А Ревека сказала сыну своему Якову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исафу, принеси мне дичи и приготовь мне кушание, я поем и благословлю тебя пред лицем Господнем перед смертью моею. Давайте вспомним, что само это имя Ревека означает петля. Далее она говорит, теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Вот это уточнение, что я прикажу, она понимает, что Яков не согласится, если она не прикажет обмануть собственного отца. пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших. А что значит два козленка хороших? А что там плохие, хорошие или не очень хорошие или не очень плохие? Непонятно. хорошее, то есть нежное, пригодное для быстрого приготовления, это имеется в виду, то есть лучшее, хорошее, в том смысле, что это не мясо пожилых животных, это именно козлята, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Ну, каждая жена знает, что любит ее муж, а что он не очень любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. Возможно, что вот это действие Ревека могла в своих собственных глазах оправдывать тем, что она догадывалась, что Исаф приносит отцу что-то запрещенное, что-то такое, что или украденное, или похищенное, или это то, что закон Божий это запрещает вкушать. Неправильно приготовлено, то есть без отделения крови от пищи и так далее. И ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею. Иаков сказал Ревеке, матери своей, Исаф, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. может остаться, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение. Есть такое предание, что Исаф родился не только лохматым, косматым, он родился там с бородой, с усами, с зубами, то есть такой как бы звереныш вылез, звереныш. И я напомню вам, что косматый, шитим, так в Ветском Завете называются бесы, демоны. Косматый там скочат, сказано в Писании про бесов. И Иаков он понимает, что если вот его брат Исаф, он может там совершать акт обмана, а ведь он Иаков не такой. Как же он обманом зайдет к отцу? Что же это будет за благословение, это скорее всего будет какое-то проклятие. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне, то есть она опасается, с одной стороны Исаф может принести что-то запретное, это осквернит Исаака, а жена всегда должна оберегать чистоту своего мужа, насколько это возможно, с другой стороны она понимает, что у Исафа не хватает тех качеств, чтобы он мог стать лидером своего народа, на оси патриархом. И Иаков уже в этом убедился, когда за чечевичную похлебку, как что-то ненужное совершенно ему, Исаф продал свое первородство. А вышел, мы уже поняли, что мать не просто это советовала сыну, она приказывала это сыну, а авторитет матери в глазах Иакова был очень высокий. Он пошел и взял и принес матери своей, то есть то, что она говорила, хороших козлят, и мать его сделала кушание, какое любил отец его. И взяла Ребека богатую одежду, богатая это хаа, хамо, дот, и согласно древнему преданию, эти одежды, они обладали некой такой силой, что человек, когда одевал эти одежды, шел на охоту, он мог одолеть любое животное. и по преданию эти одежды когда-то носил Немрод, который называется в Библии великим охотником, а до Немрода по древним сказаниям, легендам, это те самые кожаные одежды, которые Господь сделал для Адама. и взяла Ребекка богатую одежду старшего сына своего, бывшую у нее в доме, а чем нас может научить это обстоятельство, что свою одежду Исаф почему-то хранил в доме своей матери. Это может научить нас тому, что если Исаф приводит в дом хананиянок к себе в дом, он не может им доверять. Поэтому самое ценное, что было у Исафа вот эти одежды, он хранит у своей матери. Хотя казалось бы, это нелогично. Зачем хранить свои одежды у матери? И взяла Ребека богатую одежду старшего сына своего Исафа, бывшую у нее в доме и одела в нее младшего сына своего Иакова. Другое возможное прочтение по торгу Манкелоса, затем она взяла чистые одежды Исафа своего старшего сына, какие были в доме, и надела их на младшего на Иакова. О чем это может говорить? То есть эти одежды называются чистыми в том смысле, что они привлекали сердца людей. Они как бы освобождали человека от какой-то скверны, потому что если это действительно те самые одежды, кожные ризы, которые Господь сделал для Адама, то они являлись некой реликвией. «А руки его и гладкую шею его обложила кожу козлят», ведь Исаф был весь лохматый, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему, он вошел к отцу своему и сказал «Отец мой!» Тот сказал «Вот я, кто ты, сын мой». Вот здесь мы увидим сейчас крайнюю богобоязненность, страх Божий, настоящий страх Божий Иакова перед отцом, потому что отец это образ небесного Творца, как Бог создал человека, так и отец каждого из нас, как образ Творца по отношению к нам, причастен к нашему человеческому существованию, поэтому конфликт с родителями и с отцом и матерью косвенно означает конфликт с самим Богом. Отец каждого из нас это как бы икона Бога Отца по отношению к нам. Поэтому вот как будет вести себя сейчас Иаков, мы увидим буквально его трепет. Итак, слепой Исаак, он спрашивает, кто ты, сын мой? И вот смотрите, как действует Иаков. Иаков сказал отцу своему я Исаф первенец твой. Вот вы знаете, у нас в синодальном переводе неправильно запятые поставлены. Мне представляется, что Иаков сказал отцу своему я, вот тут надо ставить запятую, Исаф первенец твой, точка запятой и так далее. потому что Иаков до последнего боится произнести лов. Ведь человек от слов своих оправдается или осудится. Иаков трепещет, Исаак спрашивает, кто ты, сын мой? Потому что пришедший сказал, отец мой. тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, я, это без уточнения, по-еврейски это, они, запятая, Исаф первенец твой, то есть он как бы не спорит, я сделал, как ты сказал, вот я тут поставил запятую, после сказал, мне, то есть не напрямую, а косвенно, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. Он не может не трепетать перед своим отцом, он боится его. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты сын мой? Он сказал, Яков ему отвечает, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Но Яков не уточняет кого Господь Бог послал ему навстречу. Он, скорее всего, имеет в виду свою мать. Она изменила как бы его путь. И вот в этот момент Исаак начинает что-то подозревать. И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, или нет. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал голос, голос Иакова, а руки, руки Исафовы. Почему он так говорит? Он же с самого начала так не сказал, у тебя, сынок, какой-то не тот голос. Он услышал, что Иаков призывает имя Божие, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Скорее всего, Исаф, когда он возвращался с охоты, он вообще не вспоминал про Господа Бога, а тут говорит человек религиозный, он произносит два имени Бога. И в этой ситуации Исаак растерялся, слепой Исаак, похоже на голос Иакова, в том смысле, что Иаков всегда упоминает имя Божие, тогда, когда его можно упоминать, то есть за все благодаря Бога. И вот косвенно на это указывает то, что это слово голос здесь повторяется дважды. Голос, голос Иакова говорит слепой Исаак. Значит, его поразило не только интонация из какой-то было произнесено, она действительно могла немножко смутить, но прежде всего, как это было произнесено во имя Господа. Действительно, верующие люди, они стараются все делать во имя Господа, как в Новом Завете нам и заповедано, все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа и не узнал его, потому что руки его были как руки Исаафа, брата его, Косматы, и благословил его. Он трогает руки, а мать Иакова обложила их шкурками, и они напоминают руки Косматова Исафа. И все-таки он сомневается, но благословил его и сказал «Ты ли сын мой Исаф?» Он отвечает «Я». Вот здесь этим словом «Я» по-еврейски «они» Иаков совершает акт обмана по отношению к своему отцу, слепому отцу, и за это Иаков будет наказан тем, как он согрешил против кого он согрешил и чем он согрешил. Он воспользовался слепотой своего отца, и за это ночью вместо Рахили, которую полюбит Иаков, ему подсунут в шатре темном слепую Лию. и только утром он увидит, что это слепая Илья, больная глазами, а не та, за которую он сватался. Потому что Бог наказывает людей всегда их грехами, в том смысле, что по характеру наказания можно понять, за какой грех человек получил это наказание. И далее Исаак сказал «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтоб благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, и принес ему вина, и он пил». Здесь немножко непонятно, потому что в 23 стихе сказано «И благословил его», а 25 Исаак слепой говорит «Чтобы благословила тебя душа моя», а потом говорится о самом этом благословении. Получается, что было как минимум два благословения. Возможность связана с тем, что те благословения, которые мы получаем от духовных людей, они имеют значение не только для этой временной земной жизни, но и для будущей вечной жизни. Исаак, отец его, сказал ему «Подойди, поцелуй меня, сын мой», то есть после того, как слепой Исаак поел, выпил вина, он, Иаков, подошел и поцеловал его, и и ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь». То есть, это были действительно какие-то удивительные одежды, от них распространялся запах поля, и поэтому эти одежды, они, наоборот, привлекали животных к себе, чем нежели отгоняли. Люди, когда ходят на охоту, они даже смазку стараются снять со своего оружия, потому что запах смазки оружейной может отпугнуть животных. Далее слепой Исаак произносит благословение «Да даст тебе Бог от росы небесной и от ука земли и множество хлеба и вина». Вот здесь мы видим, что благословение начинается от того, что мы получаем с неба. Там будет благословение Исафа, но там все будет наоборот. Оно начнется с того, что мы получаем от земли. «Да даст тебе Бог от росы небесной» это имеется в виду прежде всего откровение божественное. Теперь он будет пророком. И от ука земли, а это уже на втором месте, и множество хлеба и вина. С другой стороны, хлеб и вино это евхаристические символы тела и крови Иисуса Христа. И мы помним, что Мельхаседек, Малки-Цедек, царь Салима тоже принес Аврааму хлеб и вино. Эти евхаристические знаки – это некая христологическая тайна. «Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, проклятые, благословляющие тебя, благословенные». Вот это благословение, оно напоминает то же благословение, которое получил напрямую от Бога Авраам. Это значит, что по статусу Иаков будет как Авраам. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков, от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей». А почему вот это уточнение, что Иаков вышел от лица, от лица Исаака, ну и так понятно, он вышел из шатра, где был его отец. Ему стыдно было смотреть на лицо своего отца, которого только что он обманул. И он вышел, потому что вид слепого патриарха этого семейства, его семейства, это было обличение совести этого человека. И в этот момент Исаак, брат его, пришел с ловли своей. А почему сказано с ловли своей? Казалось бы, достаточно сказать, пришел с ловли, и так понятно, своей. То есть он мог это украсть, он мог это отнять, он мог взять не то, что можно употреблять в пищу, его качества духовные были очень низкие. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Такое деживью, это же только что было. Исаак же, отец его, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исаак. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, он понял, что его обманули, что благословение не перейдет к Исааку, которого он любит. И вострепетал слепой Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, и он и будет благословен. Исаак не пытается отнять то, что дал, он в этом начинает видеть руку Божию. Если Господь это попустил, он и будет благословен. Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма громкий вопль, то есть он воскричал, возревел, это косматый человек, и сказал отцу своему, отец мой, благослови и меня. Он же за чечевичную похлебку в день смерти патриарха Авраама, когда были поминки, продал первородство. Здесь мы видим, что Исаак уже отлично понимает слепой Исаак, кто отнял у него хитростью благословения. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И вот здесь мы видим, что как бы духовное зрение возвращается к слепому Исааку, как будто Господь и навел на него вот это ослепление именно для того, чтобы он благословил не того, кого он хочет благословить, а того, кого Бог хочет благословить. И сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? имя Иаков означает запинающий, обманывающий, обходящий. И мы видим, как сейчас он понимает, что имя так просто не было ему дано. Действительно, тогда имена давали в неком пророческом озарении. это одно возможное прочтение. Другое возможное прочтение и сказал он, то есть имеется в виду не Исаак, а Исаф, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, первый раз, когда подсунул чечевичную похлебку, второй раз, когда сейчас обошел меня в случае с отцом. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое, и еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение, он обращается уже к отцу, неужели там ничего не осталось? Исаак отвечал Исафу, вот я поставил его, то есть этого обманщика Иакова, господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Как бы ничего уже не осталось, но Исаф сказал отцу своему, неужели отец мой, одно у тебя благословение, благослови меня, отец мой, и возвысил Исаак голос свой, Исаф голос свой, и заплакал. И вот своими мольбами этот нечестивец сподобляется тоже некоего благословения, но характер этого благословения другой. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот оттука земли будет обитание твое, а в случае с Иаковым там на первом месте роса небесная, а здесь на первом земле жир земли, а роса небесная на втором месте, и от росы небесной свыше. То есть то, что брат тебе скажет, может быть, что-то, это для тебя будет благословением. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему, будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его свои твоей. Так как позже Исаак породнится с домом Измайла, сына Авраама, который родоначальник арабских народов, то вот эти слова, будет же время, когда воспротивишься, свергнешь иго его свои твои, это арабское восстание, когда арабы захватывают землю евреев, святую Палестину, в период исламских войн, и длительное время они руководили евреями, а не наоборот. И возненавидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исаф, вот, внимание, мы про Евеку говорили, про ее пророческий глаз, и сказал Исаф в сердце своем, то есть про себя сказал, приближаются дни плача по отце моем, то есть когда умрет мой отец, его будут оплакивать, и я убью Иакова, брата моего, то есть после смерти отца. И пересказаны были ревеки слова Исафа. А кем пересказаны? Он в сердце своем произнес эти слова, настолько они были закрыты, только в сердце своем. Духом Божьим, ангелы Божьи могли подсказать ей, что такие-то мысли имел Исаф в сердце своем. И пересказаны были ревеки слова Исафа, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего, Иакова, и сказала ему, вот Исаф, брат твой грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, стань и беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишатся вас обоих. А почему она так говорит? Для чего мне в один день лишатся вас обоих? Если один ее сын убьет другого, она и лишается обоих. Один убит, а другой стал убийцей. В любом случае она их потеряла. И сказала Ревека Исааку, она обращается к своему слепому мужу, я жизни не рада дочерей хитейских, если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь. Вот так невыносимо было для нее, то, что эти две жены Исафа, идолпоклонницы, воскуряли своим богам. То, что на еврейском языке называется «авада-зара», то есть чуждое служение, которое они совершали в этом стане патриарха Исаака. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых главах, как они будут прокомментированы, чтобы вам продолжать книгу изучения библейского текста, в частности, книги «Бытия». Спаси Христос! «Бытия».